Всем привет, мои кошечки, кошечки. Иду на очередную процедуру RF-лифтинга, от которого я в восторге просто. Сейчас пока была в машине, блин, да не пройдешь же тут, машины в два ряда стоят, и реально даже тротуара нету. Для людей, пешеходов. Че я включилась вообще? Не собиралась влог снимать сегодня. Включилась, потому что я пока ехала. Я не знаю, кто смотрит Дом 2, может быть, знает, такая была давно, Елена Бушина. Я на нее подписана, ну, как на всех, в принципе, кто мне импонировал когда-то. Мне на Доме 2 она очень нравилась. А потом, когда она уже ушла, она так изменилась немного. Но я слежу, конечно, там у фоточки, там куда ходят, как жизнь вообще в Москве. Все-таки скучаю где-то за Москвой. Вот. За такой более хотя у меня сейчас активная жизнь, но более я не знаю. Ну, короче, люблю я Москву просто по-своему. И слежу за теми, кто живет в Москве. И сейчас вот впервые включила ее эфир, пока ехала. Слушайте, она такая крутая. Вот так, как она реагирует на хейтеров, это вообще высший пилотаж. Кто-то ей написал, ты страшненькая. Она такая, вот хорошо выбросаться какашками. Вот этот эфир смотрела. Вот хорошо выбросаться какашками, когда... А свое фото скрыла. Вот кинула какашку, и хорошо. И она так спокойная, умиротворенная об этом говорит. Слушайте. И вообще, вот я посмотрела эфир там минут 15, и, честно говоря, я прям получила наслаждение. Да, я чувствую, что она, по-моему, крутая деваха. Я с этой стороны ее вот так еще и не видела. И очень классно реагирует на какие-то вещи там, показывает какие-то моменты там, где самокритично, что-то там, насчет носа своего, что-то там критикует себя. Вот. Ну, по-лайту так. Короче, кто не смотрел, посмотрите, присмотритесь. Мне она, в общем, очень понравилась, честно говоря, вам так скажу. И теперь я с удовольствием буду ждать ее эфир. Вот сейчас у нее эфир идет, а я иду по улице, просто неудобно слушать. Я бы с удовольствием еще бы провела бы с ней время. Вот. И надо будет почаще на эфир попадать. Попопадать. И посмотреть. Буду учиться у нее каким-то вещам. Вот. А я, конечно, такая, я эмоциональный человек. Мне, конечно, пофигам на хейтеров где-то, но все равно бывают просто не пофигам на людей, которые бывают, и которые иногда такое пишут, такое говорят. И думаешь, я в тюрьме, в тюрьме, в этом мире живем, эти люди среди нас такие вот есть, гниловатые. Поэтому иногда, особенно если под горячую руку и плохое настроение мог попасть, то я могла высказаться как следует. Все, я пришла в свой салон Велес. Сейчас будем делать процедурку, и мастер ответит нам на вопросы, задаваемые вами. Пришла сегодня накрашенная вообще тетеря. А оказывается, нужно бы не накрашенная тетеря. Так что сейчас мы будем смываться. Но я не сильно накрашенная. Я консилером под глазками сделала тут вот возле носика, возле водика чуть-чуть, и все. Я решила сделать чисточку. У меня косметолог говорит, какой черный нос. Я говорю, да я знаю. Я сто лет не была у косметолога и не делала чистки, просто потому что не было даже времени. У меня распаривается лицо. Смотрите, мне браслетик одели. Какой-то проводник. Я первый раз вот так браслетик одеваю, кто-то будет что-то делать. Я счастлива, что я пришла на чистку. Реально, мне очень сложно добраться до салона. Чистка – это вообще последнее дело. А вы говорите, Селин, давай уходик, давай уходик. На чистку я не могу 300 лет сходить. Ничего. Я думаю, что здесь вообще мне нравится, что здесь все, и эпиляция, и уход, омоложение, и чистка. И вообще много всего в одном месте. Это очень круто, на самом деле. Давно хотела такую салон найти. Ой, девчонки, иду после процедуры. Счастливая. Лицо кайфует. Говорит, спасибо. Спасибо, моя любимая Силечка. Силечка, я люблю тебя. Ты самая лучшая Силечка. И я рада, что я твое лицо. Да. Хотела сказать, девчонки, не пронебрегайте. Не пронебрегайте, как я, так редко ходить на чистку. Надо обязательно. Она прям сделала мне ультразвук, и давно уже ультразвук не делала. И последние там пару раз сделала механическую. Ну, прям вообще супер гладенько. Супер-супер гладенько. Все, носик чистенький. Но она сказала, что не сильно, у меня запущенное на самом деле. Только вот носик, и вот, вот это вот все, сальные вот эти вот выделения. Звучит, конечно, страшно. Сальные выделения. В общем-то, ну, сейчас все хорошо. Сверху сделали РФ. Посмотрите, какая я. Ну-ка, фокус. У меня под глазами тушь немножко осталась. Еще сделаю патчики, приду домой. Сейчас она говорит, сделай патчики. На самом деле, они супер-кребо увлажняют, патчики такие. Вот у меня какие-то остались, я и сделаю. Чего не фокусируйся? Кофе холодный, остался же. Короче, сейчас на почту, за всеми своими посылочками. Вот. И потом, и потом к любимому малышу. Пока суть-то додела, да, да, свет потушили на улице. И я, конечно же, как без моего фикс-прайсика, я должна зайти, меня не было целую неделю. Может быть, там столько новинок, столько новинок. Я же хочу вам видео снять. Привет, мои хорошие. День следующий. В инстаграме я уже выложила свою новую песню. Пока что только с обложкой. Ну, клип готовлю. Может быть, он уже готов. Но не суть. В общем, новая песня уже у меня. Поздравьте меня. Скоро еще будет песня, но я о ней ничего говорить не буду, потому что это сюрприз. Так. Я сейчас была, и одна из моих подписчиц, была у девушки, одна из моих подписчиц, она напоредарила моему пацану офигенский бомбер. Я сделаю пост в инстаграме, так что вот инстаграм здесь оставлю. Подписывайтесь, посмотрите. Смотрите, сделаю ссылку на нее. Она у нас в Ростове шьет деткам всякие вещи. Бомбер двухсторонний. Я просто хочу, чтобы вы заценили, насколько он стильный. Ну, я цвета сама выбирала, там можно выбрать цвета, а можно, чтобы она сама. Короче, он черный. Черный бомбер. А внутри красный. У меня пацан на стиле будет. Вот. То есть, либо так носится бомбер, ну, там вот фотки будут, вы увидите. Либо его переворачиваем, и он будет красный. Короче, на стиле пацан у меня. Мне так нравится бомбер. Вообще, двусторонние вещи я люблю сама. Я считаю, что это такая находочка, знаете, испачкалась чуть-чуть раз, другой. Плюс мне все надоедает, и я вообще хочу себе какую-нибудь кайфучую куртку двухстороннюю, чтобы она с одной стороны была вообще одна, одного стиля, одного цвета, а с другой стороны вообще другой стиль, другой цвет. Не, ну, стиль, наверное, останется тот же. Очень сложно будет. Двусторонняя куртка с двумя разными стилями, да? Но, во всяком случае, цвета, например, там с одной стороны она серебряная, а с другой стороны чисто черная, да? Это же вообще разное. Вот. Я приехала сейчас в ЦИЦ, я хочу взять краску для волос уже на Новый год краситься надо. Потом мне нужно взять зарядку опять на iPhone 331 раз. Ну, блин, жалко мне две с половиной тысячи на оригинальную зарядку, так что я пока китайскими пользуюсь. Да, скупой платят дважды. Я уже отдала больше двух тысяч на эти все зарядки, но не знаю, почему я не могу пока что расстаться с двумя с половиной тысячи сразу. А вдруг он тоже не будет заряжать? Тем более мне кто-то, я уже говорила вам, мне кто-то сказал, что оригинальных зарядок не бывает, они только в коробке продаются, а все остальное все равно, короче, не то. Ну, это, видимо, моя жаба говорит мне так. Да все не то, все не то, оригинала нет, бери Китай за 150 рублей. Ну, не за 150, я когда за 500, когда за 600 беру, когда за 150, ну, смотря какие разницы, нет особо за 150, за 600, мне кажется. все равно она месяц работает, потом перестает работать. Вот, чехол надо купить, потому что у меня уже поцарапано весь, стекло надо прилепить. Я думаю, это важно. Так, и что еще, покушать надо взять? Покушать надо взять. Так, мой магазин двиги, иду сразу туда. Буду в салоне краситься в этот раз, чтобы мне прокрасили все. И думаю, вообще другой оксид взять. Короче, продолжаем экспериментировать. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Сейчас два пацана опаздывали на соревнования, попросили их пропустить, и расплачивались уже не картой, уже телефоном, ноу-хау от ней. Но у них что-то не получалось. Конечно, у одного батарейка садилась, другого что-то там вроде быстро прошло все. Просто я к тому, что технологии вообще, мне кажется, что скоро, но это будет классно. Если ничего особо не нужно будет носить, а просто вот ты идешь, мне говорили, что какие-то чипы будут вжевать в голову, это я не хочу, или в руки. Это больно, наверное. Но сам факт, что тебя можно найти, это не очень хорошо. Иногда хочется спрятаться от всех, чтобы тебя никто не нашел. Но хорошо, знаете, так руку приложил, например, и не тащишь с собой в поликлинике кучу этих всяких бумаг, кучу карточек, документы. Вот ты вот есть один такой документ, и все с тебя считали. Вот. Есть свои плюсы, есть свои минусы в этом. Да. Все купила. Кстати, хорошая идея, я сейчас зашла в Lady Collection, у них конкурс будет скоро, буду объявлять, и зашла, короче, купила в Lady Collection, очень мило, взяла всем сертификаты. Сначала думала, ой, это тому, подарю это тому, потом думаю, пусть сами выбирают. Взяла кучу сертификатов, подарю на Новый год всем, короче, сертификаты. Во-первых, это клево, девочки любят полазить, даже там на небольшую, там от 500 рублей можно сертификат взять, тысяча, две, три, по-моему, если не помню. Но сам факт, что девчонки любят полазить, в какую-нибудь стелушечку себе взять, такое времяпрепровождение, релакс, шоппинг-терапия, вот, ну и сами себе выберут, это очень удобно. Ну и красиво выглядит, презентабельно так. Ну там взяла кое-что перчаточки, в общем, в Инстаграм тоже покажу. А сейчас зашла в Синабон, кстати, купила все для телефона своего, зашла в Синабон, а раньше я Кинабон называла, Кинабон говорила раньше. А теперь Синабон правильный. Синабон правильный. Я даже не представляю, что я раньше Кинабон говорила. Так смешно? А может наоборот Кинабон, а сейчас я неправильно смешно говорю? Сейчас первый раз попробую у них блинчик, взяла с сенгой, сметаной, черный чай. Что-то я проголодалась, а малой спец вообще не хочет просыпаться. Жучок маленький. Не даст мне потом всю ночь спать. Сейчас сижу такая, наблюдаю за людьми, и девушка к кассе подошла в норковой шубе. Может, это не норковая, но очень похоже на норковую. Такие длинные волосы, красивая, короче, загорелшая такая. И вот видно, что так, недешево одета. Я такая сижу и думаю, вот я оделась, блин. Какую-то кофту одела там, на рынке покупала. Вот эти теплые штаны. Ну, понятно, как мама, да? Грязная голова, короче, хвост, ненакрашенная такая. Думаю, вот что мне мешает? Я же тоже могу вот так вот. И прямо вижу, мужчины сразу-таки оборачиваются. Ну, мне как бы оборачиваются, что мужчины не надо, а просто вот даже, да, как люди смотрят, что ты такая вся, такая крутая. А мне вот все некомфортно. Мне вот комфортно надеть на себя вот что-нибудь, что попало, как бы, и иду. А когда начинаешь одевать шубу, у меня шуба лежит, я ее вообще реально за сезон один раз, если я одену куда-нибудь. Классная шуба, офигенная. Но меня вдохновляют такие люди. Я вот вижу, красотка такая, думаю, блин, у меня же все это есть, я могу тоже одеться там красиво как-то, и сапожки одеть хорошие, и... Ну, она в уголах была, у меня тоже угол есть хорошие. И под мою шубу, у меня серая шуба норковая. Короче, надо как-то нарядиться. А что, я каждый раз во влогах какая-то вся замученная. Нарядиться, и в солярии еще надо будет походить. Сейчас еще пару процедур сделаю, а молодею. Вот все. Может, шубу надо носить? Это как всегда. Вот помните, я не снимала влоги. Вы меня начали просить, снимая влоги, снимая влоги. Говорю, мне как-то их тяжело снимать. В итоге начала снимать, и поняла, что теперь влоги для меня самое простое вообще снимать. Вот так и сейчас, может быть, вот с шубой то же самое. Не одеваю, не одеваю. У меня в голове, что это как-то тяжело с ней, сложно как-то, она неудобная, некомфортная, пуховик лучше. Вот. А так, возьму, шубу начну таскать, затаскаю ее. Да блин, лучше ее затаскать, чем она реально висит и спылиться. Спасибо красивым девушкам, ухоженным, которые тратят время на себя. Вы меня вдохновляете на то, чтобы я тоже за собой ухаживала. Мир нужно приносить больше красивого. Все красивые люди, которые привлекают внимание, делают маленькую радость внутри каждого человека. Не, ну, конечно, зависти тоже полно. Ну, мне кажется, радости больше. Дени, кстати, проснулся. Ура! А что это у тебя за ус? А это ус? Мы рисовали на почте ручкой в первый раз, он намулевал, каляки-маляки какие-то. Так что сегодня мы придем, найду тебе альбомный листик, дам тебе восковые карандашики, будешь рисовать. А потом выставлю в Инстаграм твое произведение искусства. День, День, а чего ты лег? Ты устал с дороги? Иди, разденки. Дурилович! Дурилович! Раздеваться будешь? Жопа! Ты что это впервые такое вытворяет? Что-то лег сначала на эти мягкие посылки головкой такой. День, ты что, закрывала, чтобы защитить диван и чтобы красиво было. Да. А я хочу в прихожую посмотреть, короче, шкаф, чтобы все закрывало, все прятало, потому что я хочу, чтобы ничего не было видно, я хочу, чтобы чистые были шкафы, вообще ничего не было видно. все работаю, работаю, надо идти. Короче, я квартиру вообще другую хочу, но пока мы в ожидании нужного времени, нужного часа для события нашей, для события нашей мечты, в общем, я буду как-то справляться подручными средствами, более бюджетными, чем квартира за 3,5-4 миллиона, да, это же, наверное, не маленькие деньги. Короче, я пока не могу понять. И что еще, что еще, что еще у нас? В общем, мы гуляем, Деня спит. Так, пришли домой, Деня у меня тут пакеты разобрал, все валяется, сам сидит, не буду показывать, потому что тут еще перемешковые игрушки лежат, все вместе. Мы, кстати, просили рум-тур, я сейчас сделала перестановку небольшую, сейчас купила вешалку, еще буду, ну вот, чуть-чуть приберу, еще пару углов, вот, нам не один угол разобрать, здесь, вот, вот здесь, да, разложить. А так, в принципе, ну здесь у меня угол всегда, блин, все лежит, то, что снимать надо, по пакетам все разобрано, то, что нужно снять, для какого видео, у меня что-то, все это, иначе у меня в голове ничего не держится. Вот, а так красиво, я сделала перестановку, у меня получилось еще больше места, как-то очень круто, сейчас я приведу в порядок угол с вешалкой, и, возможно, я вам сниму рум-тур, тогда, раз вы так сильно просите, будет рум-турчик, так что, не пропустите. Такое событие. Все, пошла раздеваться, собираться, раскидываться, в общем-то, сейчас брат должен приехать, позвонил, тоже у него отпуск, будет работать дома, шуруповерт забирать свой. Я заодно должна сейчас быстренько раскидать, разложить эту вешалку, может он мне поможет чем-нибудь, так что, попозже увидимся. Доброе утро, мои кошечки. Блин, настроение классное, малой меня с утра так улыбает, просто он все время делает какие-то приколюхи, такие, я просто рожу, не могу, даже обижаться на него не могу, ну в том плане, что он, например, что-то делает, то что нельзя, да, но он так это делает, что я не могу удержаться. Косюлька моя, че мой сладкий. Нашел, сейчас лампочку в экспрессе покупала, такая, и вот он играет с ней. Эту лампочку взял, да, а, играет с лампочкой. Че, мама, тебе такой любленный, включает, выключает, включает, выключает, и вот ему нравится. Че в рот засовываешь? Ну кака, ну кака, а ну как отсюда каку. Да. На. На. Смотри. А я, ой, у меня же есть новый фон, смотрите, колоснючая. Кровать еще не заправила, кровать еще не заправлена, кровать не заправлена, я ее попозже заправлю, сейчас думаю, снять для вас новое видео, идеи всякие приходят в голову. А, еще я сделала варенье из фихуа. Кстати, приходила вчера Ленок, она посоветовала мне сделать фихуа с сахаром. Ничего, ничего. Вот, я перетерла сегодня уже, вообще очень вкусно, я не сделала там один к одному, вроде сахара надо, но я не один к одному. Батарейка опять садится, не зарядила. Короче, я сделала одну третью сахара. Еще брат вчера приходил и сделал мне вешалку, прикрутил там. Все. Спасибо всем, мои родные, любимые. Я никак не могу ногти еще сделать. Короче, ладно, батарейка садится, я пойду ее позаряжу и потом вернусь. Всем доброе утро. Мы проснулись, воскресенье, суббота, кстати, я пропустила этот танцы, расстроилась. Оказывается, воскресенье повторяют, ну, я знала, что повторяют, но что-то я запуталась вообще в днях и думала, что я уже все пропустила. Короче, сейчас смотрю танцы, читаю ваши комментарии. Деня привлекает к себе внимание таким вариантом. Кстати, под видео, под которым я открыла комментарии, многие, не многие, а один человек на самом деле высказался, и хорошо, что это один человек, залетный какой-то, кто говорит мне, что перестань с ребенком снимать, убери его там из камеры и так далее. И я повторюсь, я уже говорила, во-первых, Дэнни это украшение моего канала, во-вторых, он многим нравится, посчитайте комментарии и увидите. В-третьих, как его можно убрать, это же ребенок, живое существо, куда я его, запру что ли куда-то? Вообще, мне интересно, когда люди такое пишут, они о чем думают, убери ребенка. Ну, это, наверное, дети, которые вообще еще, в принципе, не понимают жизни и не осознают, что они говорят, какие-то глупости. Ну, и последнее, решили такую проблему очень просто, это просто не смотреть видео, которое вам не нравится или вас что-то там раздражает. Вообще не понимаю людей, которые... Да-да, он Дэнни говорит. Да-да. Дэнни, дай голос свой, чтобы люди поняли, которым не нравятся дети. Да-да. Да-да. Шли лесом. Да. Да. Понятненько. Ну, а мы с вами прощаемся, на самом деле. Сегодня я буду дома, завтра я уже буду выходить, поэтому, наверное, завтра начну влог, если что-то будет интересненько. Фокус у меня сейчас расфокус немножко, потому что он установлен на определенное место, чтобы он не прыгал. Влог я уже половину смонтировала и смотрю, что время уже подходит к концу, чтобы он не был 40-минутный. Я закончу сейчас. В принципе, все, что хотела сказать, сказала уже. Значит, увидимся в следующем видео. Решила чуть-чуть продолжить влог на сегодня. Знаете, вот у меня все время по-разному. Я иногда вот так выхожу в отвор с малым, гуляем, что-нибудь делаем. И классно свой двор, на самом деле. Может быть, все-таки частный дом присмотреть. В частном доме свои прелести. Очень сложно потом идти в квартиру куда-то. Опять дождик, что ли? В квартиру куда-то и там соседи. Вот это вот. Ну, другое. У меня вот есть немножко в душе такое, что на квартиру никак. Классно просто, когда частный дом, он свой. Не с соседями, но пополам. Частный дом свой. Ты там делаешь, что хочешь. Ты выходишь там, как хочешь, загораешь, как тебе нравится летом. Зимой ты делаешь там площадки. В общем, все, вкладываешь свои деньги. Не надо ни с кем не договариваться, не складываться. Ну, или вообще. А сейчас мы решили листики поубирать во дворе. Мы вот вышли с малышней. У нас вот здесь вот листики. И вообще, я думала еще виноград вот этот вот обрезать с нашей стороны, потому что очень много пчел летом. Просто невозможно находиться. Я что-то не обращала на это внимание, но вот как раз пока нету. Видите, можно пообрезать все это. Мама вообще делала у меня здесь, чтобы красиво было, но я не знала, что будет столько много пчел. Дэн, ты будешь маме помогать? Дэнь, ты маме будешь помогать листья убирать? У тебя тоже есть грабелька. Где твоя грабелька? Что это такое вообще у тебя? Ягоду взял уже. Ну вообще. Охренеть. Глаз за глаз. Нельзя, Дэня. Нельзя. Все, надо срочно все это поубирать. Вернусь, покажу, как убрать. Пока на улице не стемнело, я хочу показать вам нашу огромную работу. Просто все чистенькое. Почти все убрала. Там, до половины. И до самого там входа. Все почистила, все убрала, убрала весь. В общем, стало просторно и светло. С Дэнечкой все это было делать намного интереснее, чем мне, нежели сама. Сама бы я вообще даже не начала бы. Так он гулял. Единственное, что он весь чумазый, но я не успела вам все это заснять, насколько он чумазый, потому что нужно было срочно его мыть. Все в рот тащит. А теперь, мои хорошие, пока. До следующего видео. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok